ПУШКА ПУШКА ПОЕХАЛИ Унижать, кого-то гнобить. Я просто осознал. И, естественно, у меня началась агрессия. Я начал, естественно, драться за это. Я даже сейчас к незнакомым людям боюсь подойти, потому что я боюсь, что они мне скажут, пошла бы она отсюда. Я понимаю, что, получается, я был тем самым человеком, который булил кого-то, задевал чувства. Я и плакала, сколько в подушку, и мечтала о хорошем папе. Я неаккуратно одет был, денег не было, выглядел я ужасно. Мне страшно ходить в школу, потому что там есть такие учителя, которые угрожают тебе, что вот я сейчас возьму ножницы и отрежу тебе язык. После этого я поняла, что, видимо, я недостойна, наверное, дружбы, и, видимо, у меня так будет всегда. Я родилась в городе Бокситогорск. Это небольшой город, где население всего 12 тысяч человек, все друг друга знают. У нас на город три школы. Я из бедной семьи, моя мама содержала мою старшую сестру, дочку старшей сестры и меня, то есть троих детей. В детстве мы, например, ели только картошку с капустой, мясо вообще не видели, потому что не могли себе этого позволить. Моя история буллинга началась с того, что в первый класс у меня было все хорошо, я училась в гимназии. В втором классе я захотела перейти в новую школу для того, чтобы быть ближе к самому брату. И это была моя главная, наверное, ошибка, которая изменила всю мою жизнь. Мой первый хетер, скажем так, с чего начался моя травля и буллинг, это учительница начальных классов. В первый день, когда я перевелась в новую школу, одна девочка заявляет, одноклассница уже получается, заявляет учительнице то, что у нее пропала шариковая ручка. И учительница, она вообще не хотела меня изначально принимать, потому что, ну, ей не хотелось новых детей, она уже была такая в возрасте, ее уже, по-моему, ее хотели уже как бы на пенсию отправить, она все никак не хотела уходить. Она сказала то, что до этого у нас никогда ничего не пропадало, значит, ручку украла новенькая. И мне было настолько обидно, потому что все стали меня дразнить с первого дня воровка, но я не брала никакую ручку. Я вся в слезах убежала домой, пожаловалась обо всем маме. На следующее утро пришла моя мама в школу, она такая боевая женщина, так я не поняла, моего ребенка обижают. Она подходит к этой девочке и спрашивает, ты нашла свою ручку? Она говорит, да. Где она была? Дома я ее забыла. Тогда мама отправляется к учительнице, говорит, вот, ручка нашлась, моя дочь ее не брала, пожалуйста, извинитесь перед ней, перед всем классом, скажите, что моя дочь не воровка. На что училка ответила, это уже их детские проблемы, я не буду в это лезть. В итоге мой класс до сих пор, наверное, думает, что я воровка. И вот после этой ситуации, после того, как я пожаловалась маме, и после того, как мама там и к директору сходила, ну что это, почему учительница вызывает мою дочь воровкой при всех, она меня возненавидела. Мы шли в школу. Шла я, впереди шло два одноклассника. Один из них споткнулся и упал, ну знаешь, упал не целиком, а вот на руки. Я живу в Бокситогорске, у меня оранжевые лужи и красная земля, камень боксит, красится. Второй парень над ним засмеялся, и тогда, знаешь, как это вот бывает, типа, я такой борзой, я крутой, он, чтобы не терять лицо, развернулся, пошел ко мне и вот так вот вытер об меня вот эти свои руки. Я все стояла в красном. Я не знаю, я тогда растерялась очень сильно, то есть следовало бы пойти в туалет, но я что-то испугалась, что меня будет ругать, что я пропускаю урок. И я иду на урок, на первый. И когда я захожу в класс, училка говорит, смотрит на меня, я все стою грязная. Она говорит, фу, пошла вон отсюда. И после этого все 11 лет школы я слышала фразу, фу, пошла вон отсюда. То есть, если я подойду к человеку, что-то спрошу у него, к однокласснику, мне скажут, фу, пошла вон отсюда. Если я с кем-то рядом сяду, там за партой еще что-то, мне говорили, фу, пошла вон отсюда. И знаешь, они это делали именно вот, типа, стыкали нос, и как будто я что-то неприятное, что-то мерзкое. Я не знаю, как это сказать, но это настолько дало по психике какие-то, что я даже сейчас к незнакомым людям боюсь подойти, потому что я что-нибудь скажу, фу, пошла вон отсюда. Мои одноклассники не только ограничивались этой фразой, также были случаи, когда после школы тебя берут и окружают. Ты знаешь, что самое такое? Кто оказывался в подобной ситуации, они сейчас это прям прочувствуют. Когда я помню, как сейчас, это был урок труда. Там у нас парты буквы П, получается, стоят, то есть ты видишь напротив друг друга. И когда ты поднимаешь глаза и смотришь, и знаешь, ты видишь вот этот взгляд хитрый, то что, типа, они как бы на тебя смотрят, то есть ты понимаешь, что они решили, что после школы они соберутся и будут тебя бить. И вот в такие моменты я старалась максимально подольше задержаться в школе. Когда это получалось, они уходили, но когда они не уходили, они ставили меня в круг, окружали и заставляли меня извиняться перед собой. Когда я спрашивала, за что извиняться, они ничего не говорили. То есть просто они хотели, чтобы я извинилась. Если не извинялась, меня били. Поскольку город маленький, всего три школы, все друг друга знают, то слух о том, что вот эта девочка, грубо говоря, изгой, разошелся моментально. Поэтому, как это бывает, там, на кружке пересеклись друг с другом. Ой, ты знаешь, вот есть вот такая вот Лена. Если встречаешь, я говорю, фу, пошла вон отсюда. Ну, типа, местный тренд там, знаешь, чморить меня. И поэтому, в принципе, мне было сложно достаточно жить. Потому что, если даже я с кем-то подружусь, кто меня не знает, потом ему обязательно скажут про это. У них были очень коварные методы. Как-то раз, я помню, моя одноклассница разыграла со своей лучшей подругой сценку. Якобы они поссорились. А я, честно тебе скажу, я мечтала иметь лучшую подругу. Потому что моя лучшая подруга — это моя мама. И я прям мечтала, что будет девчонка, с которой я буду гулять. Просто потому что, ну, у меня реально было не с кем общаться. И дружить, у меня вообще не было друзей. Она сделала, они разыграли сцену, что они поругались. И ко мне подходит одноклассница и говорит, давай с тобой теперь дружить, давай пойдем ко мне, там, мы с тобой будем общаться. Я была такая счастливая, ты просто не представляешь. Она меня пригласила к себе домой. Я маме говорю, мама, у меня появилась подруга. Мама такая, здорово. Она мне дала, там, какую-то денежку. А у нас тогда с деньгами, ну, у нас вообще, в принципе, проблемы были. Она говорит, возьми рулетик шоколадный купи, ну, в гости пойдешь. Я покупаю рулетик, бегу к ней, там, все такая счастливая. Она занималась вокалом. И она говорит, а ты хочешь научиться, ну, петь? Я говорю, хочу. Она говорит, давай ты споешь. А у меня нет ни слуха, ни голоса, я очень плохо пою. Она диктофон включая, знаешь, такие плееры были, записываешь диктофон. И она мне дает песенки петь. Ну, я пою как могу, но там ужасно было это все. На следующий день просто вся школа стебется, вся школа смотрит телефон и тыкает на меня. Они создали ВКонтакте группу «Анти Лена», куда загрузили вот эти вот мои пения, где, оказывается, они скидывали фотографии, где там вот меня фотографировали, там вплоть до того, что даже из туалета фотографии были. И ко мне подходит эта девочка и такая говорит, типа, ты что, реально подумала, что я захочу с тобой дружить? Ты забыла? Фу, пошла вон отсюда. И вот после этого я поняла, что, ну, видимо, я не достойна, наверное, дружбы. И, видимо, у меня так будет всегда. Я даже блогером, знаешь, почему я стала блогером? Я переехала в Питер, заселилась в общагу. У меня не было знакомых, у меня не было друзей. И к незнакомым людям я боялась подходить, потому что я думала, мне скажут, фу, пошла вон отсюда. Тогда я случайно наткнулась на YouTube, увидела там какие-то вот, какие-то видео обычные люди снимают. И я решаю снять свое первое видео и именно снимаю ночь в музее. Ночь в музее – это когда в Питере происходит такой день в году, по-моему, летом, когда все музеи открыты, покупаешь единый билет и ночью ходишь по музеям. И я снимаю видео, как я хожу в Питере по музеям, и я вот говорю, что я в Питере, в Питере, в Питере. Я стала блогером только для того, чтобы кто-то из Питера увидел меня, захотел со мной дружить, и написал комментарий «Я тоже из Питера, давай дружить». То есть, представляешь, я снимала все свои видео только ради этого комментария, чтобы найти друзей. Ни блогером я хотела стать там, ни подписчиков мне не надо было там, заработок вообще в то время такого не было даже. Только ради этого комментария. Ну, такой комментарий я, к счастью или к сожалению, не получила, но продолжила снимать, и в итоге это вылилось в большую карьеру. Но изначально было именно найти друзей, чтобы они посмотрели, ой, какая классная девчонка, она там ходит по музеям, я хочу с ней дружить, давай дружить. У меня очень сильные проблемы с самооценкой, и они, наверное, до сих пор существуют. То есть, с незнакомыми людьми я не могу спокойно общаться. Либо я могу, но это, знаешь, для меня все равно, что под адреналином, что ли, я. То есть, как бы, у меня реально сердце бешено бьется, я вот не могу спокойно, расслабленно общаться с незнакомым человеком. А если даже мы будем общаться, то я все равно буду, знаешь, наблюдать за ним. А вот не пытается ли он как-то вот что-то вот неплохо сделать? Ну, вот как та девочка, которая притворилась моей подружкой. Поэтому я до сих пор борюсь со своей самооценкой. Сейчас, конечно, с этим у меня получше, но проблемы, они существуют. Моя мама. Если тебя интересуют конкретно одноклассники, то не было такого, чтобы кто-то заступился за меня. Но были те, кто не издевался надо мной. Ну, то есть, ну, я тут ни при чем над ней издеваются, но я не буду этого делать. Но моя мама – это моя главная поддержка, моя лучшая подруга. Когда я приходила в слезах домой, моя мама мне смотрела в глаза и говорила, «Лена, они будут гордиться, что учились с тобой. Запомни мои слова». И я тогда еще думала, типа, ну что, кем я должна стать, чтобы они гордились, учились со мной? Я думаю, мама, ну ты ерунду говоришь. И в итоге вылилось так, что некоторые одноклассники действительно пытаются сейчас за счет меня как-то что-то там… Дай мне денежку, дай мне еще что-то, то есть пытаются. Благодаря моей маме я прекратила насилие в свою сторону, со стороны одноклассников. Как-то раз у нас случился разговор с мамой, она говорит, «Лена, самое страшное, что может случиться, ты получишь синяк. Да, будет больно, поболит, но он пройдет, зато они в следующий раз подумают, стоит ли с тобой связываться, стоит ли тебя вообще трогать». И вот эти слова прямо у меня засели. Я такая думаю, ну да, похожу синяком, но ничего страшного, хорошо. Урок музыки. Стоим на лестнице. У меня была одноклассница, которая, знаешь, качалась у него. Короче, у отца Гири были, и она прям бицухи свои показывала. И я реально ее боялась, я тебе отвечаю, очень страшный человек. И она просто ни с того ни с сего начинает вот, ну, пить меня. И тут просто у меня бабах, адреналин. Я не помню, что конкретно ты это сделала. Я помню только, что вот стена, ее лицо, и как бы хлопок, и больше я не помню ничего. То есть я как бы сама не своя была. Это видели все одноклассники. И вот после этого они меня, конечно, словесно гнобили, но пальцем после этого меня никто не тронул. Когда я прям реально сдала сдачи. Маму вызвали в школу, говорят, вот ваша дочка дерется. Она говорит, а вы думаете, что дерется, кто ее научил подраться? Она говорит, это еще повезло, что с глазами осталась. Говорит, потому что я в глаза предлагала тыкать сразу. То есть меня мама вообще в обиду не давала. Учителя, как бы, они, ну, типа, ну, я думаю, что они знали. Ну, как это не знать, что происходит в классе? Ну, как минимум, там, ну, учитель нацвечальных классов она все это знала. Ну, по-любому все знали, ну, просто закрывали на это все глаза. Мама и к директору ходила жаловаться, кому только не ходила жаловаться. То есть мы все это, конечно же, рассказывали, что вот такой буллинг, вот, издеваются в школе. Помню, был день, который вызвал у меня эмоции как душевные, и так очень сильную физическую боль, несправедливость дикую. Как я тебе и говорила ранее, то, что город маленький, все друг друга знают. Ко мне подходит моя одноклассница, говорит, тебя ищет девочка старшая. Я такая думаю, типа, чего ей надо, почему она меня ищет? В общем, такая, ну, хорошо, подхожу к ней. Она меня спрашивает, это ты про меня всей школе рассказала? Я говорю, что рассказала? Ты говоришь то, что я там у бабушки деньги ворую, то, что я там сплю со всеми подряд, то, что я там бомжиха, что у меня вот это вот все. Я говорю, я такого вообще не говорила, я тебя даже не знаю. Я даже не знаю твоего имени. И моя одноклассница вот эта, которая меня позвала, она стоит и говорит, да-да, это она сделала, это она. Она всем рассказала. Я говорю, да в смысле, я тебя даже не знаю. Я не успела договорить, она берет, знаешь, вот так, а подоконник облокачивается, поднимает ноги и, короче, мне вот в грудь вот так вот толчок. Я влетаю в стену, башкой удар, все. Сразу вызываем полицию, сразу начинают разбирательство. Эта девочка начинает бегать за мной, чтобы на нее не писали заявление. Мне было тогда настолько обидно, что она поверила ей. И я говорю, давай поговорим серьезно. Я тебя знаю? Она говорит, ну ты же это говорила. Я говорю, хорошо, скажи, ты у бабушки деньги воруешь? Она говорит, ну, типа бывает. Я говорю, я откуда могла это знать, если я с тобой не общаюсь? Она такая, ну, ниоткуда. Я говорю, хорошо, я у тебя дома когда-то была хоть раз? Он говорит, нет, не была. Я говорю, откуда я могу знать, живешь ты как бомжиха или нет? Откуда я это могу знать? Ну, откуда ты уже знала? Я говорю, хорошо. Кто тебе сказал, что якобы я распускаю слухи? Вот это твоя одноклассница. Я говорю, а она знала все это? Знала. Я говорю, ну так угадай, кто тебе это все слил? Знаешь, чем парадокс? Она до сих пор думает, что это я была. Она не верит, что это была та одноклассница. Вот это был жесткий день, потому что, наверное, это был мой самый сильный удар. То, что вот мне и в грудь ударили очень больно, и я башкой прям в стену влетела. Прям, ну, это, наверное, самое больное, что было. Конечно бы могла, но тут другой вопрос. Вот если бы я не столкнулась с буллингом, если бы я не пережила все это, да, там, даже свои вот эти вот комплексы, недостатки, то я бы сейчас перед тобой не сидела. Я бы не создала канал, чтобы найти друзей. Я бы не стала блогером. То есть чем бы я сейчас занималась, я понятия не имею. Поэтому я правда считаю, что нет таких жизненных ситуаций, которые даются тебе просто так. Если тебе это дано, значит, ты должен это пройти. У меня было детство такое, как, можно сказать, без друзей. Ну, в плане до лет, наверное, до лет 14. У меня не было прям кучи друзей, у меня не было такого, что у меня было какое-то супер плотное общение. У меня были прям такие друзья, ну, со дворов, просто друзья. Я жил, ну, в садике, из садика что я помню, что я просто ни с кем не общался. Не знаю, мне было просто неинтересно, так как даже в садике были такие моменты, что кто-то кому-то не нравится просто так. Ну, типа, и это говорили в открытую, ну, то есть дети, которые до, там, до шести лет, они же говорят все в открытую. То есть все как есть, они тебе так скажут, типа, ты нам не нравишься, что мы сегодня будем общаться. И вот что-то подобное такое было у меня в садике. Я выделялся среди всех остальных тем, что я понимал, что мне нужно как-то именно выразить себя. И я добился уважения в садике тем, что я единственный в группе, кто умел считать, вот как сейчас помню, я умел считать до ста и умел читать. Ну, я знал алфавит, я умел читать, и когда мы ложились спать, сон час тогда еще был, когда мы ложились спать, я читал сказки, и все были в шоке. И вот тогда вот этот произошел момент, когда я влился вот в эту садиковскую компанию, и я стал наравне всех остальных. А насчет школы, так получилось, что я жил в самом простом районе, ну, на окраине, можно так сказать. У нас был такой спальный район, и так получилось, что моя сестра училась в гимназии. Я не знаю, как она туда попала, но это была центральная, это была самая крутая, можно сказать, школа, гимназия в нашем городе. И я попал туда по блату. Из-за того, что она там училась, следовательно, я также туда пошел. И уровень детей очень сильно отличался по сравнению со мной, что я был таким обычным пареньком, а у всех там самые крутые телефоны, самые крутые гаджеты. Школа — это был мой самый переломный момент в жизни. Самый. Потому что каждый день я пытался заобщаться с людьми. Это был вот мой самый-самый переломный момент, когда просто в классе я понял, что в классе... Ну, вот первый и второй класс — это же вот такое ознакомительное между ребятами. То есть мы все вроде как знакомимся, мы еще не понимаем, кто есть кто, и вроде бы сначала все нормально. А вот уже потом, когда третий и дальше, уже начинают выделяться в классах группы. То есть есть те, кто просто с ними, никто не общается, есть люди. Есть активисты — это те, кто постоянно что-то говорит, постоянно выражает себя в плане того, что нужно себя показать тем, кто он есть. Есть те, кто просто тихонь. Их не трогают. Они просто как отличники. Ну, то есть они даже, ну, на них даже внимания не обращают. А есть те, кого гасят. И в какой-то момент я понял, что я попал в эту группу. Я понял, что я нахожусь там, где меня не любят. В плане того, что сменить на тот момент класс, я понимал, что, наверное, это бессмысленно. Я просто промолчал. Я понимал, что я вывезу, я вывезу спокойно все, что происходит, потому что у меня было такое воспитание от отца, что он всегда говорил, что если вдруг какая-то проблема, ты должен ее решать. Ты сто процентов должен ее решить, ты не должен ее избегать. И я понимал, что я не могу ему рассказать, он мне не поможет, он скажет, что ты должен решить это сам. Учителя не видели этого всего. Учителя же, они все в классах, они же не выходят. Иногда, когда проходили учителя, это все заканчивалось. Все такие резко, как будто мы прилежные ученики, мы все любимые одноклассники. А когда учителей нет, конечно, это все происходило. В туалетах, там где-то в уголках, там школы, что-то вот типа того. Они ничего не делали. А насчет пожаловаться, у меня как будто вообще нету такого фактора жаловаться. Вот и с тех времен и до сих пор осталось. Я не могу пожаловаться человеку. Ну, то есть ты должен как-то сам как будто это все исправить. А сам исправить у меня не было возможности. Я бы просто, ну, высказал бы все, что вот есть. И я бы сделал так, что человек просто ко мне не лез. Наверное, так, да. Моего друга перевели в другой класс. И так получилось, что каким-то образом я попал в этот костяк. Не то, чтобы добился уважения, но просто я отличался некими своими навыками какими-то. Не в плане учебы, а в плане просто того, что я знал по жизни. У меня был такой отец, что он с самого детства меня мог, там, мы с ним вместе построили дом. Я что-то умел. То есть у меня были какие-то навыки в разных сферах. И из-за этого как будто бы я как-то раз и вот я стал вместе с ними. Тут я начал понимать все изнутри. Для чего они это делают? Для чего приставать к другим людям? Зачем все это происходит? И почему разделяется общество в классе на вот так и вот так? Я все это понял. Все люди, которые в классе или в обществе ставят себя выше, это делается только для того, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Люди, которым не хватает внимания. Это все делается ради внимания. Скорее всего у них были какие-то переломные моменты, что их гнобили в их семье. И они пытаются вот свою вот эту злость переместить на других людей. Это просто высасывание энергии. То есть если человек, которого они гнобят, не будет им никак отвечать, они будут это продолжать делать. Они высасывают все из него. А если ты будешь их просто вот игнорировать, ну то есть они будут подходить тебе что-то говорить, ты не будешь им отвечать. Они не будут этого делать. Они поймут, что интереса никакого нет. Они ничего не получают в ответ. Ни слез, ни каких-то там в ответ там полезть на него. Они ничего не получают и у них нет интереса. Все. Да. Первое время я понимал, что теперь я могу кому-то что-то сказать. Вот как раз таки таким людям тихоньим. А к нам еще приходили новенькие. И были очень странные для меня люди. Первое время, да, я булил просто вот всех, кого не лень. Я понимал, что я вместе с ними. И как будто бы я даже, может быть, этого особо не хотел. Но я просто велся за толпой. То есть что они делали? И я рядом сразу такой, да, будет там это. Ну они спереди стоят. Я такой, да, ты там это, ты там то, ты там то. Да, я это все говорил. Но в какой-то момент я осознал, что мне не приносит это никакого удовольствия. Я не понимаю, зачем это делать. Я не вижу смысла в том, что кого-то унижать, кого-то гнобить. Я просто осознал. Ну то есть вот этот вот момент эйфории сам, он произошел только из-за вот резкого перехода. Что я был вот тут, а вот теперь я здесь. А потом, когда я сравнил две этих ситуации, я понял, что я хочу быть нейтралитетом. Я хочу заставить их, чтобы они перестали булить тех, кто в самом низу, с кем они не общаются. Для того, чтобы уровень всех людей в классе стал ровным. И просто для того, чтобы никто никого не трогал. Просто чтобы все были равными людьми. Чтобы никто не ставил себя выше. Чтобы каждый выражал себя так, как он хочет. Вот. Я родилась в Москве. Семья у меня, ну как сказать, достаточно благополучная. На всяком случае, была так пять лет назад. Ну сейчас тоже нормально, просто сейчас без папы. С папой я никогда нормально не общалась. Всегда я и плакала сколько в подушку, и мечтала о хорошем папе. заботливом, который, не знаю, там даже в школе продленка есть, который будет приходить, забирать и домой. Но нет, у нас дома были только ругани с ним, никакого общего языка. Наверное, просто все сына первого хотела. А сын второй. Ну ладно. Хоть сына любит. С мамой все хорошо. С мамой все хорошо. Маму люблю, мама любит меня. И сейчас все так же. В школу я пошла лет в семь мне отдали. Не знаю, почему раньше не отдавали. Я очень сильно хотела в школу. Потому что в детском саду мне не очень-то нравилось. У меня как-то там друзей особо не было. Был, конечно, муженек, но он оказался не только моим. Ну и ладно. Я и Жанна. Все-таки я очень сильно хотела в школу. Я наслышана была о ней, что вот, школьные годы, это самое лучшее, что будет у тебя в жизни. Ну, по институту, конечно, то же самое говорили, но не то. Ну ладно. У нас еще учительница была очень страшная. Ну, не в смысле внешне, как человек. Моральная травма у меня даже какая-то осталась. Я помню, как она обещала нам отрезать языки. Она брала ножницы, к нам подходила. Не брала, конечно, язык, не отрезала. Но она очень громко кричала, этого до слез доводила. Ну, то есть у меня второй, третий класс. Я вот хотела в школу пойти. В втором классе уже говорю, я не хочу. Я со слезами говорила маме, я не хочу, мне страшно. Мне страшно ходить в школу, потому что там есть такие учителя, которые угрожают тебе, что вот я сейчас возьму ножницы и отрежу тебе язык. Я маме нажаловалась, мама подняла, я так понимаю, шумиху. И ее из школы-то пернули. Ой, тырнули. Ну, короче, уехала она, слава богу. Там у нас потрясающая учительница была. Но это не все. У меня с первого класса и до одиннадцатого была одна единственная учительница по английскому языку. Вот она у меня, вот, единственная учительница, которая меня с первого и до последнего класса просто вот так отучила. Тоже довольно строгая. Не скажу, что это прям плохо. Я любила английский язык, во всяком случае, до девятого класса. Очень сильно любила. Она была строгая. У нас много было учителей, которые, не скажу, что подстебывали, ну, они как-то ехидничали все, а-ля принизить. Не слишком грубо, есть разные учители. Но тоже какой-то осадок оставался, и вот зарождался такой страх, зарождался в школу ходить. Типа, ну, как-то не хочется. Я довольно часто на уроках краснела. Я еще в очках ходила. И когда доходила до меня очередь или меня спрашивала вот как раз-таки та учительница, которая может поехидничать, я сидела, краснела. У меня в секунду запотевали очки. И я просто... Пожалуйста, только не я. Но это, кстати, не единственная проблема, из-за которой... У меня дислексия. Вроде... Ну, это точно не знаю, я к врачу не ходила, не исследовалась, но я не знаю, как можно объяснить другое, то, что я не могу нормально читать. Я боюсь, вот, я боюсь сценариев, я боюсь, что вдруг меня позовут куда-нибудь на телек, я буду ведущей с вот таким вот огромным текстом. Чтобы не опозориться, мне нужно за неделю знать, что это за текст, и каждый день прочитывать, чтобы я уже знала что-то. Мне очень трудно запоминать какие-то длинные тексты. Это действительно правильно поставило дарение. Раньше у меня с памятью было все, конечно, отлично, но потом... Вот. И в школе, когда доходила до меня очередь, даже когда по предложениям все читали, вот так, в ряд, я отсчитывала свое предложение, чтобы прочитать его несколько раз, и все равно, когда доходила до меня очередь, у меня потели, у меня все потело. Я снимала очки, потому что я ничего через них не видела из-за пота. Это страх, дрожь, волнение вот такое. Я думаю, как бы вот, хоть бы не сделать ошибку. Потому что, если я сделаю ошибку, обязательно все выкрикнут, скажут, что я не умею читать, что вот тут неправильно, учительница обязательно еще что-нибудь скажет. Это вот очень страшно, волнительно, и отразилось это на мне вот до сих пор. Тяжело. Это вот первое, из-за чего мне было страшно ходить в школу. Потому что, ну, на каждом уроке нужно читать. Так или иначе, ну, вслух, про себя, на скорость. Нужен. Это, наверное, у меня появилось, ну, вот в классе шестом это все начало развиваться. И под конец школы только я начала это все понимать своей головешкой. Учителей, которые булили, было много. Но все по-разному. Естественно, от одноклассников. Но одноклассники со мной на каждом уроке, а учителя-то везде разные. Кто-то будет, кто-то нет. А с одноклассниками я ходила на каждый урок. Постоянности бали. Еще, как мне повезло, у меня в классе был тот самый, самый главный запияка в школе, которого боялись все даже старшеклассники. Он в дедушку... Да, я извиняюсь. Он в дедушку плевал. Даже у меня с ним была драка. Да, кстати, я дралась с мальчиками в школе. Один раз я пацану льдышкой в голову случайно кинула. Случайно было. Но мне было очень следует другому. Промежность ног дала. Я почему-то часто так делала. Но люлей от его мамы я, естественно, получила. Тоже как-то вот с этим забиякой слово за слово случилось. Он меня как-то очень сильно обидел. Он постоянно докапывался. Он докапывался до всех. Абсолютно до каждого. Что-то у нас произошло, что я от злости, от своей ярости начала за ним бегать по всему классу, чтобы догнать, ну, не знаю, пиндли ему, дать подзатыльник, ну, чтобы просто, не знаю, дать сдачу, отстоять себя. Ну, короче, я добегалась. Хотела вот так эпично перепрыгнуть парту, схватившись. В итоге я зацепилась и упала на спину и ударилась головой. Весь класс, естественно, естественно, в голос сразу хохотать. Ну, и меня отстоять от себя не получилось. Но, по-моему, после тех ситуаций он куда-то пропал, по-моему, то ли в детскую колонию, то ли в другую школу. Куда-то туда его забрали, слава богу. Школу я закончила без приключений. Постоянно были какие-то насмешки. Так же, вот, то, что я говорила про чтение, вот, от этого мальчика. Да и, в принципе, нет, сейчас дети все-таки злей. В то время, за что угодно, за зубы могли придраться. Вот, была школьная фотосессия для школьного альбома. Я сфоткалась, у меня какая-то смешная улыбка. Я сама с собой там смеялась до сих пор. Но я как-то вот сфотографировалась вот так. Вот было видно только два передних зуба. Естественно, что я заяц, кролик. Это вроде безобидно, но я не могу достойно ответить. Если меня кто-то как-то обидит, я могу заплакать. Меня можно довести до слез. Это неправильно. Нужно научиться не давать себя в обиду. Либо правильно отвечать, не реагировать. Я смогла научиться только на 50%. Ну, может, чуть больше. Вот, тем же самым смехом. Защитная реакция. В школе я так не могла. В школе много плакала, очень сильно обижали. Я могла просто сидеть вот так за партой и не шевелиться. Все. Заниматься там в своих делах. Вот так прикрыться, чтобы просто ко мне никто не подошел, никто меня не увидел и не трогал. Ну, сейчас, сейчас полегче, но я взрослее, естественно, опыт. Куда без этого. Я вырос в Смоленске, в обычной семье. Ну, так я всегда думал, когда жил в Смоленске. Типа, если сравнивать с московскими, вот, когда я потом пообщался с людьми, мне кажется, что в регионах все семьи, которые обычные, они супер бедные. Ходил в одну школу сначала. В обычную тоже. Никогда это не было ни лицей, ничего. Общеобразовательные школы. Вот. А их у нас в городе еще не так много. Штук сорок, если там в Москве две-три тысячи. Или еще где-то. Вот. То есть ты мог всегда поменять и выбрать. А там почти все школы были похожи. У нас был какой-то супер суровый учитель. При этом все его любили и не знали про это. То есть у нас девочка там не умела считать. Там два плюс два не понимала, что это четыре. Это был первый, второй класс. Я не помню, какой именно. Или умножать не могла. Ну, короче, что-то очень простое. И она ее за это... Ну, она говорит, реши мне. Она такая, нет, нет, не могу. И она ее била головой о парту. И вот это всплывает, как... Как это сказать? Я вроде бы это забыл, нигде никогда не рассказывал ничего. Но это вот как просто всплывает такая картинка, как будто я прямо сейчас помню, как она ее берет за волосы, бьет о парту и такая, нет, повтори еще раз. Точно так же с девочкой, которую учили... Знаешь, правша есть? А иногда и левша. Наоборот, левша их переучивали раньше, чтобы правшой был. Вот. И девочка не могла писать, типа, тоже. Хрен тебе там, типа, на! Вот. Это я почему-то про первую школу вспоминаю. А перед этим все-таки моменты были хорошие. Типа, учился, учился, все классно, какие-то грамоты. Я почему-то понимаю, ну, только сейчас понял, что такое буллинг, на самом деле. Возвращаясь назад, в школьные годы, я понимаю, что, получается, я был тем самым человеком, который буллил кого-то, задевал чувства, делал как-то неприятно. И при этом тогда мне казалось, что это какой-то прикол. Что я подшучу над кем-то еще что-то сделаю, ха-ха, мы посмеемся. А ведь тому человеку могло быть неприятно. Ну, скорее всего, так и было. И это только через время, реально вот через какое-то время доходит до меня. Честно, если бы даже сейчас не эта беседа, я бы думал, что это не буллинг, а, ну, это прикол. Потому что для меня буллинг — это прям что-то жесткое. Ударить там, преследовать, выкинуть вещи. Что-то сделать такое, что понесет какую-то травму прям жесткую. То есть у всех разные восприятия. И вот я только сейчас, благодаря этой беседе, на самом деле, понимаю это. Это выглядело, знаете, на самом деле для людей, которые буллят, мне кажется, это выглядит как какой-то вызов. Типа, не лезь, отвали. Но, мне кажется, все юные, глупые, еще ничего не знают. И никто не объяснял то, что вот так вот нельзя. Как бы объясняли, но как-то поверхностно. То есть никто не садился, не разбирал никакие случаи у тебя здесь. Если что-то происходило, никто это не решал. А если никто на тебя не жалуется, никто тебе ничего не говорит, что это плохо, особенно какой-нибудь взрослый или еще, то, получается, ты не думаешь, что это плохо. Есть знакомые, также ребята, которые, вот есть случаи, например, они довели парня, я не помню, что случилось, возможно, что-то, что-то у него, короче, случилось. И они такие, о, а выпей-ка вот тебе чай, а они в этот чай еще добавили шампунь. Причем какой-то тестер к нам приходили на уроках и давали просто тестеры шампуни, я не знаю, зачем. И они его выдавили прямо туда. Парень выпил и уехал в больницу. Вот. А им показалось это прикольно. Но вот тут вот, мне кажется, уже какой-то это же перегиб. То есть ты нанес вред здоровью. Насчет учителей я никогда не читал, что наябельничать. Я в целом, если ты что-то рассказываешь, с кем-то делишься взрослыми, это, мне кажется, правильно. Нужно делиться. Потому что люди взрослее, умнее, они должны подсказать. Бывают, конечно, какие-то исключения, возможно, когда бездействуют. Вот. Но наябельничать учителям я, нет, я никогда не говорю, что это наябельничать. И вот, когда я сказал, что если ты говоришь, отстань и все дела, это больше как вызов. Это тоже, в целом, ну, это не прям, что такое. Была какая-то грань. Вот я могу за себя ответить. Я, например, если вижу, что человеку реально какой-то дискомфорт, я никогда не буду лезть дальше. Ну, то есть, пошутил, все-все-все, я такой понимаю, вот. Если бы надо мной сейчас так сделали, я бы посмеялся, типа, мы вместе бы посмеялись, и все, больше нет. Но дальше что-то еще там как-то задевать, я вижу, человек уже прям очень какой-то агрессивный. Или что-то становится такой, все, извини, там, отхожу. Но есть же ребята, которые не замечают этой грани, и у них в голове вообще не существует. То есть, у нас в школе ходили ребята с зажигалкой, и такие волосы сзади, короткие у парней. Они такие, так, дай-ка подпалю. А это же, во-первых, неприятно, больно, да и в целом, кому нужно, чтобы у тебя сзади была какая-то лысина. Но для них это оказалось тоже приколом, по факту буллинг. Родителям это прям самое то. Ну, надеюсь, у всех нормальные родители. Типа, вот мои бы поняли, если бы что-то случилось. Есть специальные службы, куда можно обратиться, позвонить, в интернете это все онлайн. Там же помощь, и не только от детей, а еще и от родителей могут помочь, если ты со стороны, ну, с их стороны к буллингу тоже относишься. То есть, об этом проработают специалисты и объясняют тебе, а они, ну, мне кажется, должны хорошо в этой сфере. Родился я 25 февраля 1990 года в городе Ленинград в военной семье. Мой отец был пожарником на тот момент. Ну, все знают, что тогда, в 90-е годы это еще не было МЧСом, это было МВД. Ну, и как бы это причислялось к военным. Вот у него была такая серьезная форма. Он был подполковником у меня, насколько я помню. Вот, мама у меня была медиком. Я родился в такой стандартной, классической, российской семье в Петербурге, в центре города, на Веслеостровском районе. Вот. Рос нормально, все было хорошо, замечательно, до... Ну, где-то пошел в школу, там, в детском садике. Я был такой достаточно задиристый парень. То есть, я там часто дрался. Ну, в целом, меня там иногда ругали там родители. И, в целом, я никогда на это не обращал внимания. Такой достаточно крупный был парень. Вот, имел какое-то преимущество над своими сверстниками. Но, на самом деле, мне кажется, в психологическом очень сильно изменилось после того, наверное, во втором классе, в 98-м году, когда мне было 8 лет, когда моего отца не стало, он погиб. И, в целом, мама, да, она осталась одна. И, естественно, очень сильно стали урезаться с точки зрения и в жизни, и финансово, и психологическом плане. Потому что, начиная от того, что... Часто, например, там, в школе, может быть, знаете, когда там, либо, не знаю, там, заполняешь различные документы, там всегда графа есть мать, отец. Мне было очень сложно заполнять отец, что, ну, там, писать погиб ребенку в 9-10 лет. Я вообще считаю, что это... Ну, как-то должно как-то координироваться, наверное, в современном мире, что ребенку очень сложно писать об этом. Вот. Когда начало еще осознавание у меня происходить, там, в 10 лет, в 11, это было сложно. Плюс, в школе мне было еще очень сложно с точки зрения того, что, например, были такие социальные обеды, да, то есть, там, неполноценные семьи, то есть, это называли постоянно меня из неполноценной семьи, либо из многодетной. Мне хотелось всегда как-то к многодетным больше встать, чтобы не было какого-то, знаешь, как будто бы меня обрезали, отрезали от чего-то. Вот. Денег абсолютно не было. Естественно, от этого моя одежда не очень была качественная. Носил я очень много одной и той же одежды, потому что денег абсолютно не было. Моя мама там рассказывала, и я помню очень хорошо, что, например, там, из супа курица, которая была в супе, она перекладывалась во второе. То есть, настолько не было денег. Вот. Потом она, конечно, встала на ноги более-менее, но где-то до класса девятого, вот этот самый, наверное, мой сложный становление период, потому что я еще не занимался спортом. И были такие моменты, что, например, я когда смотрю на свои фотографии, мне вообще сложно воспринимать себя такой, какой я есть. Потому что там, во-первых, стрижку делала мама. Вот. То есть она, естественно, не парикмахер, потому что все казалось, всегда все упиралось в финансовую часть. Например, там дети шли, когда в Петербурге открылся Макдональдс. Это был девяносто девятый, двухтысячный год на Василеостровской. Это был второй Макдональдс после Синная. Как сейчас помню, это очень сильно у меня запало в памяти. Все школы ходили в Макдональдс. Это стоило семнадцать рублей. Как сейчас помню. Синнадцать рублей. Это стоил хэппи мил, там, и все остальное. Весь класс пошел, кроме меня. Естественно, дети очень сильно злые. И они начали, естественно, замечать эту историю, что, Леша, там, нет денег или еще что-то. И начались, конечно же, вот эти вот движения в сторону меня, что у меня там бедная семья, что у меня нет денег. И, естественно, у меня началась агрессия из-за того, что я достаточно крупный был парень даже в детстве. Я начал, естественно, драться за это. Вот. Но это тоже продлилось не очень долго, потому что я сам до сих пор не понимаю, как это происходило, но почему-то у тех ребят были всегда взрослые друзья. Прям я помню, меня за школой так один раз отхерачили, что, конечно, даже у меня не было возможности. Потом как-то, наверное, противостоять этому. Я неаккуратно одет был, денег не было, выглядел я ужасно. У моих одноклассников были друзья-старшеклассники. Это все было сложно крайне. В школах везде всегда, наверное, не знаю, или только в моей школе есть коробка с валентинками. Туда на 14 севраля всегда кладут валентинки. Это было тоже очень сложно, меня никогда не отправлял никто в валентинки. То есть, я не знаю, как-то сложно в это вериться или нет, но у меня не было ни одной валентинки. То есть, когда, например, в классе приходят и раздают вот это вот, типа, всем валентинки, у меня была одна валентинка от моей лучшей подруги. Потому что ей было настолько меня жалко, что, как бы, она мне ее подарила. Это было действительно сложно. Я ненавидел этот день, 14 севраля, День себя влюбленных, потому что для меня он был такой, что, ну, то есть, как-то, знаешь, полностью закрыт. То есть, у тебя, как бы, ты не можешь проявить свою какую-то силу с точки зрения того, по отношению к своим одноклассникам, потому что они тебя, конечно же, задевали тем, что ты, там, не можешь себе позволить, там, на какие-то корпоративы или как-то детские вечеринки, как это называется, не знаю, как школьные вечера, потому что не было финансовой возможности. А дед был я не очень супер, мама очень много работала и воспитания, как такого мужского, не было. Это было сложно. Ну, вот. Дальше была история, что я понял, что нужно как-то что-то делать, развиваться, потому что я понимал, что только, наверное, какой-то, может, спорт или, ну, не знаю, какие-то, наверное, самые развивающиеся моменты. То есть, в 8 классе я это четко себе понял. Это, наверное, у меня лет было 14. Я четко понял, что нужно что-то делать, что-то нужно менять, потому что, ну, реально так не могло дальше продолжаться, потому что даже сейчас, если открыть, например, мои там, альбомные фотки школы, то есть, я понимал прекрасно, что так... Ну, это нереально было вообще со мной общаться. Вот. Я начал заниматься спортом. Легкая атлетика. На самом деле, здесь такой был момент с точки зрения, что, наверное, это и был ключ к тому, почему я вообще сейчас все это делаю. Я стал заниматься в секции спортивной. Я был в 8 классе. А, естественно, легкая атлетика, это там, например, вот лучших, да, там, ну, ребята по физкультуре, так как я говорил ранее, да, то у меня были какие-то спортивные данные. Естественно, ты мог, как бы, ты бегал хорошо, я так от природы дал. Физрук тебя замечает и говорит, давай в спортивную школу. И, естественно, спортивные красивые девушки, там, старшеклассницы, они тоже были из моей школы. И, естественно, как-то я стал общаться с ними, как-то задружился, потому что мы были в одной группе. И вот этот момент, помню, он был невероятно крутой, до сих пор его помню. У нас была школа четырехэтажная. На первом, естественно, были гардеробы, охрана, столовая и все остальные. На втором этаже у нас были начальные классы с первой по третий класс. На третьем этаже у нас были там с пятой, ну, четвертого не было тогда, с пятого по одиннадцатый. И четвертый этаж, там были совсем взрослые ребята, девятый, одиннадцатый класс. Ну вот, и когда ты идешь восьмиклассник, и с четвертого этажа там девочки спускаются, супер красивый, десяти-одиннадцатый класс, они говорят, о, Леха, привет! То есть для меня это было, знаешь, вот прям такое спасение, что мои одноклассницы и мои одноклассники это видели. И я не знаю почему, но для меня это было высшее какое-то, думаю, господи, они со мной дружат. То есть занимаюсь спортом только благодаря комплексам, чтобы всем было понятно. То есть сейчас я спортивный блогер или там занимаюсь спортом, бодибилдингом, преодолевая у себя все возможные проекты, это только из-за того, что у меня огромное количество комплексов было. То есть, например, когда у меня не осталось отца, я начал грызть ногти. И грызу их по сей день. То есть у меня до сих пор, как бы там я с психологами не общался или с кем-то, у меня до сих пор я грызу ногти. И это никуда не денется, и я не знаю, как от этого избавляться. То есть я уже взрослый человек, но до сих пор у меня остатки эти есть. Это не знаю, с чем это связано. Вот. И то есть там, например, потом я поступил... Ну, то есть это было поэтапно. Потом я поступил в университет, уже был в сборной, более-менее я оклемался. И потом у меня не стало матери. То есть это было в 20-21 год. И я стал полной сиротой, то есть я остался без родственников, без всего. У меня единственный родственник мой брат остался. И, казалось бы, 20-21 год там это, ну, более-менее созревший человек. Но в этот момент, наверное, случился самый, наверное, сильный удар в моей жизни. С точки зрения того, что я вообще, то есть не понял даже, что случилось. То есть я настолько хотел спрятаться от этой проблемы, настолько боялся об этом признаться, хотя взрослый человек был, что я даже никому не сказал, что случилось. То есть тогда я уже начинал работу фитнес-тренером, я даже никому не сказал. И, ну, то есть и там и с братом перестал общаться, и со всеми перестал общаться. И дружило там по пальцам пересчитать. То есть всегда гулял там один, возможно, только тренировался и тренировал людей. И, ну, и потом единственное, что начало как-то меня развивать, это мой друг Саша Маратаев, который предложил мне работать на корпоративах ассистентов фокусника. Я начал ездить, ему помогать там в музыку включать, помогать делать корпоративы, то есть я стал делать, готовить фокусы все. И я увидел, как люди умеют радоваться. То есть, ну, что у них каждый день праздник, когда ты каждый день видишь у людей праздник, свадьбы, день рождения, новые года. И когда у тебя нет семьи, это, ну, стало восприниматься немножко под другой призмой. То есть я стал видеть, что есть радость, что очень много радости этой. И я постарался как-то ее себе впитать. И потом, когда я уже более-менее там стал из себя что-то представлять, Саша мне сказал, что очень интересная мысль. Я тоже, то есть по этапам там начал заниматься бодибилдингом и ассистентом. И, естественно, началась такая история тупеть. Все спортсмены, это действительно так, они начинают тупеть от того, что ты просто тренируешь, диету держишь и тренируешься 2-4 на 7. Из-за этого ты начинаешь действительно, вот кроме зала, ты перестаешь развиваться. Если тебе еще книжки читать, то ты совсем становишься прямо имбицилом. И в тот момент мне Саша сказал, что попробуй, тогда Макс Брандт и Костя Павлов, я с ним познакомился, они сказали, давай попробуй снимать блог. Но это было настолько плохо, насколько, чтобы вы понимали, насколько у меня была поставлена плохо речь, насколько я боялся камер, то есть то, что сейчас, это вообще для меня все равно. Была съемка на Первый канал, тогда Саша был уже известным фокусником, была съемка на Первый канал, и меня взяли интервью 30 секунд, ну, может, минуту. И мне аж позвонил тогда редактор Первого канала Санкт-Петербурга и сказал, Леша, ты прости, конечно, мы тебя вырежем полностью. Мы вот уже два дня пытаемся тебя смонтировать, но там настолько не связанная речь. То есть настолько неуверенный был в себе человек, что я прям, ну, не мог связать двух слов, хотя, казалось бы, там просили рассказать там про корпоративы, про какие-то фокусы. Вот, поэтому было все очень плохо. То есть я был не приспособлен, мне кажется, ни к какому там творческому процессу. То есть, чтобы, например, было понятно, даже когда я пришел в легкую атлетику, но у меня взял ТМ-тренер, вот я недавно его видел, десять лет не видел, который сделал из меня чемпионом России. Я бегал спринт, и он, когда я первый раз пробежал, он увидел и сказал, что невозможно так бегать. То есть он сказал, ну, то я пробежал 60 метров за 11-20, он сказал, с тебя ничего не получится никогда. Но в итоге я стал чемпионом России на 60 метров. Вот. То есть всегда, каждое мое начало, это была какая-то боль. То есть я всегда говорю, что я очень нетворческий человек и очень неталантливый человек. То есть каждый, ну, мой даже блог, да, если касаться его, то вся известность там не как у Дани Милохина за года два. Это 8 лет работы. Травили из-за того, что дети понимают, когда ты, например, ну, я плохо учился, например. Да, то есть это, наверное, мне кажется, совокупность того, что, грубо говоря, у тебя неблагополучная семья, и ты начинаешь закрываться. То есть ты начинаешь, там, лениться, ты начинаешь мириться с тем, что у тебя все плохо. То есть у тебя один сплошной негатив. Но в тот момент я чувствовал себя крайне неполноценным, потому что, а, ты был как не в комьюнити. То есть все дети шли нормально в столовке, там, что-то себе покупали, куда-то могли себе чего-то позволить. А ты, грубо говоря, у тебя не было даже видика, чтобы кассету взять, там, например, с каким-то фильмом и посмотреть его. Там, например, у тебя не было нормального телевидения, ты не мог обсудить MTV, потому что его не было. Было всего четыре канала. То есть, например, и в тот момент, ну, и тебя начинают как-то, знаешь, так, с тобой не о чем поговорить, ты не в контенте, и в тебе, конечно, начинают замечать еще и слабости, там, не знаю, там, например, как ты одет. Да, то есть, там, например, была популярная игра в капсы. Например, ты не мог себе позволить капс, потому что, например, там, он стоил один капс, по-моему, пять рублей или десять. То есть это было действительно сложно. Я только мог это выиграть много капсов, потому что ты, например, очень много должен был играть в капсов, чтобы выиграть. Понимаешь, чтобы у тебя было много... Это была имиджевая в тот момент история. Это было не как сейчас iPhone. Тогда были капсы в теме. Тогда было в теме, что ты можешь, например, что-то себе купить. Что-то ты... Ну, там, Adidas только начали появляться. То есть, например, я занимался спортом. У меня были динамовки старые такие. Я первые кроссовки Adidas купил только тогда, когда я попал в сборную Санкт-Петербурга. Там, например, после лета дети хвастались, например, что они могут... Там, съездили на море и какими-то делиться впечатлениями. Я поехал первый раз на море в 16 лет, когда у меня взяли сборную Санкт-Петербурга по легкой атлетике на сборы. То есть, я тогда первый раз море увидел. Мы не говорим про другие страны, потому что возможности вообще не было. И ты чувствовал себя неполноценным. И, естественно, из-за этого ты искал в себе какие-то, что ты сам по себе виноват. Что ты вот родился не в той семье. То есть, я подошел и мне казалось, что я уже становлюсь страшным. Я один раз подошел к маме и сказал, когда вот была история с Валентинками, я подошел к маме и сказал, мам, почему я такой страшный? Почему? Ну, я правда... Я не мог сказать, почему. С моей причёсной, что-то не так. Либо цвет глаз моих не тот. Но я чувствовал себя стрёмным. Просто. То есть, я был неуверен настолько, что первая девушка, которая более-менее на меня обратила внимание, это был восьмой класс. И то она меня бросила и ушла к десятикласснику. Я тоже очень сильно плакал по этому поводу. Но сейчас со смехом, конечно, воспринимаю. Но это была Марина Беляева. И как бы я ей даже недавно ВКонтакте написал. Типа, вот смотри. Типа, вот такого парня-то кинула. Но это было действительно так. То есть, как бы, восьмом классе у меня первые какие-то более-менее там за ручку. Я не знаю, как сейчас это выглядит, и как у всех это выглядело. Но у меня все одноклассники были суперпопулярными в школе. То есть, я не знаю, как это объяснить, но популярность в школе — это очень важная. Я был непопулярен. Я только был популярен тогда, когда надо было что-то быстро пробежать. И то, когда я начал заниматься спортом. А до этого у меня не было вообще ни за что ухватиться. То есть, грубо говоря, и в совокупность этого, там, например, прогуливать школу я начал. Только потому, что мне было стрёмно там в школу, например, ходить. Мы ходили в компьютерный клуб, потому что это было прикольно. Ты пошёл в компьютерный клуб, ты остался один на один с компьютером и начал играть. И мы вот так прогуливали, пока классный руководитель не звонит твоим родителям, ты до упора прогуливаешь. Потом, конечно, стали ругать очень сильно. Потом меня перевели в интернат. В интернат. То есть, как бы, такая история была. Почему меня перевели в интернат? Потому что я очень плохо учился. Вот. Из-за того, что не желал учиться. У меня, ну, опять же, никто тобой не занимается. Ты до девятого класса плохо учишься. И мой тренер, он начал видеть во мне какие-то талантливые истории, что я стал быстро бегать, стал выигрывать чемпионат города. Он сказал, что у нас есть интернат, школа-интернат. Там по пять, по шесть человек в классе. Чисто мужской. Там не было девочек. И говорит, что можно пойти туда учиться, потому что у тебя хорошие спортивные результаты. Она была такая серьёзная школа. Тогда это был... Директором этой школы был Антон Игоревич Шантырь. Он сейчас министр спорта Санкт-Петербурга. Очень крутой мужик. Вот. И он нас очень жёстко воспитывал. То есть, у нас были с девятого класса... Ой, с десятого класса. Десят одиннадцатый я там учился. И с десятого класса у нас были пары. И пять человек в классе. И ты там хочешь, не хочешь, будешь учиться. И я закончил с одной тройкой по ОБЖ. Потому что у нас генерал отставки вёл ОБЖ. Это было невозможно сдать. Я зачем-то придурок пошёл задавать туда. Ну вот. То есть, как бы проблемы были везде. И как-то так. То есть, если бы... На самом деле, если бы не мой тренер, наверное, и не моя бабушка, было бы всё очень печально. То есть, я бы не поступил в университет, в котором я уже потом булил. То есть, обратная реакция совершенно произошла. Из-за того, что вот какой-то, знаешь, негатив, такой обида детская была. Она ужасная была. Обида, что ты ничего не можешь сделать. Из-за этого, наверное, я потом, когда уже как-то что-то стал добиваться, начал булить других. Это тоже очень плохо. Тоже очень ужасно. Это тоже сейчас рассказывали потом? Да, расскажи про университет. Про университет. Ну, мы поступили. Университет имени Лесгов, это спортивный вуз. Мы поступили в сборную туда. И мы, естественно, там были экзамены, надо было пробежать норматив по кандидату в мастера спорта или по первому разряду, я уже не помню. Естественно, для нас это было расплюнуть, так как мы сборная. И мы поступали таким комьюнити 14-15 человек. Тогда было 7 человек на место. Тогда поступило всего 25 человек из, наверное, 150 человек. Да, 25 человек поступило тогда в университет, на наш курс. И мы списки счастливые смотрим, смотрим. И я вот тот момент, мне за него очень стыдно. И по сей день мне за него очень стыдно. Мы... Я прям... Это даже сложнее, чем, знаешь... Это даже сложнее говорить, чем когда меня... Ладно, когда меня были. Когда я так себя плохо вел, это было ужасно. Короче, списки были в университете. Мы все ищем себя, находим, естественно, радостно, счастливые. Я вижу фамилию сверху Акулова. И я думаю, что это такое? Кто Акулова? То есть мы все друг друга знаем, а эту девочку мы не знаем. И мы видим, что она там откуда-то, что ли, из Твери. Ну, какой-то город, который не Санкт-Петербург. Для нас это было очень важно. Мы такие, что это, кто это, то есть... И я себе поставил задачу, как-то, знаешь, ее прям вытеснить из нашей компании. И прикладывал все усилия всегда. Я не оскорблял ее никак, но у нас очень много было спортивных мероприятий. Естественно, мы все ребята, которые сборные, мы очень были серьезны, с точки зрения адаптированных к любым физическим испытаниям. Баскетбол, волейбол, там все были виды спорта. А она, естественно, из-за того, что она иногородняя, она, оказывается, из малой мучшей семьи была, да, это потом я только узнал. Ее взяли, как бы, вот, ну, я не знаю, как-то программные, государственные какие-то программы, да, то есть она не выполнила следующее нормативы, но ее взяли, потому что она хорошо училась. И из-за того, что она из малой мучшей семьи, ее взяли к нам, единственную. Я этого не знал на тот момент. И я начал ее регулярно цеплять на всех видах спортов. Баскетбол, волейбол, бег. Я каждый раз ее булил и хейтил постоянно. То есть я говорил ей, там, что мяч в руках не можешь удержать. Там один раз была история, ну, я не знаю, насколько это правда была, но не помню второй класс. Там то ли, ну, то есть кого-то кошками воняло, очень серьезно. Я не знаю, там было это связано с тем, что кому-то там басали обувь или еще что-то. Но я прям это говорил на паре, прям чуть ли не в потоке, что от Акуловой, пожалуйста, сядь от нас, сядь в этой, там, кошатина или еще что-то. Это я только сейчас понимаю, что это им вообще невозможно было произносить. И так регулярно я ее цеплял, цеплял, цеплял. Она, конечно же, была, на мой взгляд, не очень симпатичная девочка. Я не знаю, как это по-женски. Сейчас я понимаю, что девочки очень красивые абсолютно все. По-своему. Вот, это сейчас мозгами я уже понимаю. Так вот, на пятом курсе, когда мы закончили университет, она закончила вместе с нами, уже много чего леглось. Она напилась, так выпила, хорошо. Она вышла замуж очень такого, за нормального мужика. Вот, она ко мне подошла со слезами, с матом таким и сказала, ты знаешь что, Столяров, я три года была у психолога из-за того, что ты меня постоянно регулярно цеплял. Ты знаешь, это настолько искренне было сказано, что мне было настолько стыдно, что она ко мне подошла и сказала, ты такая сволочь, что, то есть, каждые три года я раз в неделю регулярно ходил к психологу, потому что ты был лидером группы. То есть, вот этот вот переломный момент, да, вот это переформатировал со школы человека-неудачника. Я стал, как бы, таким локомотивом в своей группе и начал булить другого человека. Мне было тогда так стыдно, я прям хотел сгореть. Ну, у меня горела земля под ногами, потому что я думал, ну, невозможно. А причем, ну, на пятом курсе мне было настолько, как бы, она понятна, то есть, я настолько сделал, на первый взгляд, неправильно, ну, то есть, настолько у меня было ошибочное мнение о ней, что прям я был... Ну, до сих пор там стебемся, то есть, моменты, когда у нас, например, встреча одногруппников бывает, там сейчас угорают, о, акуловые стыльеров идут навстречу одногруппников, ребята, будет жестко. Ну, мы сейчас нормально общаемся, ну, насколько это возможно, опять же. Конечно, я чувствую осадок у нее до сих пор. Поэтому, вот это, наверное, самый яркий такой момент, когда меня булили, и когда... ну, вот я проявил себя не очень красиво. Такого жесткого и жесткого, из обидного, наверное, только тогда, ну, это было перманентно. То есть, обиды какие-то, вот там вспомнить, там, про грязную голову, там, или еще что-то, это перманентно было. То есть, я не могу там сказать, вот, там меня обижали, я шел плакать. Я просто терпел и не говорил ничего. Но было, вот, говорю, обидно, когда вот одноклассники прям так серьезно помяли меня. Серьезно так, помню, прыгали на меня. Серьезно было, обидно было, до слез обидно. думал сейчас я вот я вот сейчас только чё сейчас я не знал через себя как это объяснить было больно не так как физически было больно на душе что ты не можешь ничего сделать что тебя как бы вроде обидели за то что тебя как-то обозвали ты вроде ответил однокласснику а он позвал еще гораздо старше людей безысходность то есть ты не мог ничего с этим сделать это очень ужасно и плюс еще валентинок нет женской девочки как-то к тебе относится страны это было на самом деле сейчас я конечно не могу понять себя но на тот момент мне хотелось просто ну не сдохнуть конечно но было очень сложно мне хотел закрыться и вообще ничего не делать то есть прям очень было плохо не поддержки родительская как таковой нет потому что говорю там опять же мама очень много работала отца не было сложно было очень вот не знаю чем в моей голове случилось честно смогу сказать я каждый раз задаю себе вопрос что случилось что я пересилил себя наверное просто я как-то знаешь как-то закрылся наверное, подумал, жизнь продолжается, наверное, и шел дальше. То есть как-то так. Вот эти моменты, ну, они очень сложные были. Очень. Прям так хреновенько. Ну, и стыдно даже показать сейчас свой альбом школьный. Очень стыдно. То есть я помню, когда я в Питер приезжаю, в школьный свой альбом, когда там, знаешь, за девятый, за восьмой класс, когда вот эти кружочки, в кружочках дети сидят, мне кажется, я просто самый там, просто какой-то ни о чем. Ну, какой-то самый вот просто серая мышь такая. Даже было стрёмно, короче, было, знаешь, даже за одиннадцатый класс была такая история, что там, типа, одних из самых прикольных на, там, разворот альбом, да, и на самых прикольных на первых страницах. А потом общая фотка. Вот у меня только есть, я по центру есть, ну, где типа открываешь, Алексей Тлеров, выпускник, кто это в школу. И где вот, типа, самые такие прикольные, самые отличившиеся у учеников. У меня почему-то там не было, да, хотя мне можно было за спорт как-то притянуть за уши. Ну, все-таки я действительно бегал неплохо за школу тогда. И вот меня все равно не выкладывали, потому что, видимо, на меня смотрел фотограф и думал, нет, это мальчика точно нельзя, ну, ставить. То есть у меня была челка какая-то стрёмная. Слава богу, паспорт я поменял, потерял паспорт предыдущий, потому что если я показал сейчас фотку от паспорта, там, просто капец. Очень стрёмно. Да, у меня бабушка очень жесткая была. У меня была такая история, она блокадница, вот, и у нее не было такого вообще поощрения меня. То есть не было с точки зрения того, что... То есть ты придешь и скажешь, типа, вот у меня там бабушка, мне там мама не дала денег на обед, она скажет, ты что, сошел с ума? То есть, грубо говоря, иди занимайся спортом, и спорт тебе поможет. Там, ну, вот, например, простой пример, как меня воспитывали, как меня начали переламывать, да, то есть я на дачу ехал, я не знаю, знала она об этом, нет, можно ее... Ну, нельзя ее спросить уже, потому что ее тоже нет. На даче я четко помню, что когда я вставал, она говорила, иди бегай. У нее был высокий дом, потому что мой дедушка по маминой линии, он был строитель. У нас был очень большой дедем, трехэтажный, на всем садоводстве, единственный. Можно было видеть весь километр, который вокруг СНТ, это называется, не знаю, как это называется, садовод, короче. Он был примерно полтора-два километра. Я говорил, иди бегай. Я говорю, я не хочу бабушку. Ну, был олень ужасный, естественно. Было, зачем это делать? Ну, как и все нормальные дети, подростки, типа, ну, зачем бабушка лето, зачем мне бегать? Она говорила, ну, тогда ты не будешь есть. И, чтобы вы понимали, типа, это не шутка, типа, ты не завтракал. Все, типа, я так первый день, второй день, я понимал, что на третий день, типа, проще пробежать. И, чтобы ты понимала, ей было 84 года на тот момент. И я поначалу не замечал этого. Я думал, что, типа, можно срезать. И я там где-то, там, пешком шел или еще что-то. Она говорила, там-то ты прошел пешком. Я думал, как она это делает? Она... Я когда отбегал, потом оборачивался назад, она выходила всегда на балкон, он был на третьем этаже, и палила, как я бегу. Это, ну, сейчас я могу ей сказать огромное спасибо, естественно. Но, потому что она тогда меня переломила, ломала, чтобы я начал заниматься спортом. И, конечно же, это мне придало уверенности. И я считаю, что жесткое обращение, не знаю, как сейчас, я не могу оценивать, да, сейчас подростки совершенно по-другому растут. Сейчас можно пожаловаться на, ну, типа, на учителя. У нас тогда это было страшно. Типа, мама приходит в собрание, ты не мог, ну, тебе конец, если у тебя плохие оценки. То есть не учитель виноват, а ты виноват. Только. Я не знаю, как сейчас выстраивается воспитание. Я старой школы, да, то есть у нас всегда мама там работает кучу, она воспитывает тебя одного, и там стыдно потом стало просто-напросто, что мама приходит, говорит, ты что, не можешь учиться? Ты про себя действительно, что ты что, настолько дебил, что ли, ты не можешь учиться нормально? Поэтому не знаю, как сейчас это проходит психологически, но тогда ты виноват. Ты виноват, что ты не можешь с себя постоять, ты виноват, что ты не можешь выиграть на соревнованиях, ты виноват, что ты как-то, что-то не так сделал. Только ты. И И я считаю, мое личное мнение, это мне очень помогло. Потому что, когда ты действительно не можешь ни на кого рассчитывать, сейчас, например, да, когда ты видишь, например, вот у меня семья сейчас есть, ты видишь, как к тебе относятся, ты, конечно, немножко иногда в шоке. Люди это замечают, говорят, почему ты так ведешь себя не так? Я говорю, ну, потому что я по-другому не умею. Говорят, почему, например, когда ты стал блогером, ты, например, там, ведешь себя адекватно? Я говорю, ну, а как по-другому? Я не знаю, как по-другому ведут себя люди. Я воспитан так. то есть как бы я всегда там не знаю отвечу пойду в себе во вред может быть но всегда помогу человеку только потому что я знаю каково это типа каково это когда человеку хреново по-настоящему хреново когда он теряет родителей когда у него ничего не получается я все все круги мне кажется прошел от там от потери близких до до наверное опять создание семьи вырасти в топ чего-то спортивного в россии то есть прямо от нуля до не знаю до какого километра и дальше но про то что история что жесткое отношение мне помогло на самом деле потому что тогда не было такого мода наверное не было как психолог либо обращаться интернета не было у меня был тот самый интернет и например говорю разговаривать поможет звук то есть моя помощница она не знает такой звук то есть у него был уже скоростной интернет тогда скачать патч на варкрафт до 3 frozen throne это 52 мегабайта он весила скачал три с половиной часа сейчас это даже не фотография как бы весит вот поэтому конечно даже сейчас я работаю с психологами да то есть и нахожу их в инстаграме сейчас это очень легко найти то есть можно но детей действительно появилась возможность то есть они могут к любой проблемы обратиться на самом деле это очень круто потому что вот у меня даже я сейчас там ребята которые делают психологическую поддержку это серьезно то есть это действительно важная вещь что ты можешь в интернете загуглить в этом помощь подросткам потому что действительно хорошо что я получился да так типа мне встретились там правильные люди на просто получилось повезло давай так назовем это повезло мне что мне встретились правильные люди правильные учителя могло быть и не повезти сейчас я с наркоманился бы спился неизвестно что со мной было бы я вижу своих одноклассников и мне не хочется так быть и классно что сейчас это есть поэтому обязательно пользоваться этой возможностью искать психолог психолога искать человек который поможет в интернете по телефону где угодно ну конечно когда создала свой youtube канал потому что вот с этого момента началась просто моя лучшая жизнь правда это было так смешно потому что я на то время жила с соседкой в общаге она из 5 курса и как бы я тип еще мелко какая-то стрела на меня так дурочка какая-то знаешь как она я снимаю видео она так и я очень сильно стеснялась этого и это просто максимально тупо то что я рассказываю особенно подписчики которые смотрели эти видео самые мои первые видео снимались так что она уходила в туалет я быстро доставала камеру начинала снимать видео как только и слышал шаги что она возвращается выключала камеру и меня короче видео были вот такие короче создала видео пока написать реально мне кажется что у меня самая лучшая аудитория и простят меня другие блогеры но просто не настолько люди искренние они настолько человечные они настолько вот уже стали родными под просто тебе пример я допустим скажу что нет ну допустим что-то расстроило меня обидела знаешь что они мне скажут бедная леночка девочка все ее обижают мы тебе понимаешь ну вот настолько либо мне там какие-то были проблемы денежные на что мне подписчики говорили лен давай рекламу если я зайду в комментарии какому-нибудь блогеру и вижу там своего подписчика а я могу их вспоминать по аватаркам либо просто на всякий случай проверить ну рюн у меня подписан не будет как бы не западло сделать скрин перейти в директ написать просить шо это я очень ревнивая в этом плане короче у нас прям знаешь я не знаю как это объяснить просто вот я просто жизни своей наверное без них не представляю это самое лучшее что мне было дано после того что я прошла после того что я пережила да у меня не было там в школе друзей да там надо мной школе издевались но скажу честно это того стоило чтобы сейчас я обрела такую огромную аудиторию таких прекрасных людей понимаешь не просто там цифра вот это просто прекрасные люди поэтому я безумно счастлива я вас очень сильно люблю знаете что я вам посоветую реально переводитесь в другую школу если есть возможность и я объясню почему это хороший вариант а не трусость побег или еще что то вот смотрите у нас жизнь всего одна детство у нас всего одно вот представьте что перейдя в новую школу в новый класс у вас есть шанс что вы встретите реально крутых ребят с которыми будете вместе гулять с которыми будете дружить возможно даже до конца жизни с которыми будете прям брат мы братаны то есть шанс есть а есть ваши одноклассники которые у вас булят даже если вы прекратите это издевательство даже если вы типа помиритесь да там все закончится вот скажите вот честно вот вам самим захочется дальше дружить или общаться с этими людьми думать они изменятся думать они при любой другой ситуации вас не киданут я считаю что жизнь нас на молодость у нас одна и если есть хотя бы маленький шанс что вы можете обзавестись настоящими реальными друзьями это того стоит переводитесь в другую школу обретите настоящих друзей была знакомая ситуация когда девочка рассказывала что она из класса который и булил перевелась в другую школу и у нее сейчас просто толпа друзей из другой школы потому что там ребят совершенно другие совершенно и она сейчас счастлива если вдруг у вас не получается перевести с другую школу ну нету такой возможности такое бывает либо школа закончится либо мама против либо еще что жалуйтесь не будьте терпилами как терпела я жалуйтесь пишите заявление в полицию и будут заносить все это будет поставлено на учет а если они продолжат то это бы все занесено в личное дело и вот захотят ли они портить свое личное дело потому что не дай бог если занесут личное дело то просто пока твое будущее нормальный вуз ни в один тебя не возьмут то есть у тебя будут реальные проблемы с этим делом если они хотят таких проблем без проблем ни в коем случае не терпите если там вы жалуетесь и директору учителю и полиции никто не реагирует в интернете выложите снимите главное не терпите не терпите потому что будете с такими же психологическими проблемами как и я я думаю что самое главное это чувствовать своего ребенка быть со своим ребенком на одной волне у меня мама как я сказала это моя лучшая подруга вот никогда от меня не отворачивалась зато сейчас кстати можно так сказать будущее родители не творится и детей потому что например моя мама да она меня растила в бедности но сейчас моя мама ни в чем не нуждается потому что я ее полностью обеспечиваю и успеха благодаря ей добилась поэтому это был ее вклад в мое будущее который принес всем успеха так что вот это кстати может подействовать кто вас будет на пенсию содержать так что дружить и со своими детьми наверное тогда когда я понял что что сам буллинг очень сильно влияет на людей я понял что я не должен к этому относиться я тоже наоборот защищать людей если у меня есть возможность защитить человека который все это принимает на себя весь хейт все унижения я должен всеми силами его защитить я должен его от всего этого отгородить я понял кто я такой я понял что я себя представляю я понял что я должен говорить я понял как я должен относиться к людям все что я принимал на себя я это просто все отпустил. Потому что эта обида внутри ничего бы мне не дала. Я бы не как бы... Лучше я это расскажу все на аудиторию, которая у меня есть. Я смогу как-то помочь. Я смогу как-то научить чему-то людей. И вот это, наверное, и был мой самый переломный момент. Когда я понял, что это из себя представляет, для чего это все, и что я могу сделать. Не бойтесь сказать. Не бойтесь того, что вас как-то неправильно поймут. Говорите все как есть. Говорите тому, кому можно сказать. Учителям, родителям. Не молчите. Молчание может, наоборот, как-то вас сломать. Люди всю жизнь, наверное, будут говорить тебе, что ты что-то делаешь не так. Это, наверное, сущность людей такая, что всегда найдутся те, кто будет говорить тебе то, что ты что-то делаешь не так. Не обращайте просто внимания. Делайте так, как вам нравится. Ведите себе так, как вам нравится. А если кто-то будет вас булить или гнобить за это, просто вы можете просто пожаловаться или дать в ответ словесно, конечно же. А если это уже перетечет во что-то большее, то в любой момент это можно как-то прекратить. Это можно рассказать о том, что человек уже просто не мешает, ну, прям мешает вздохнуть и не дает жить. Вы можете об этом просто рассказать там тем же самым родителям или учителям. И я думаю, что они в этом уже помогут. Когда я тикток начала снимать, это было в десятом классе, когда все говорили поголовно, что десятый класс до талафа, там вообще можно ничего не делать. В одиннадцатом, да, надо будет попариться перед эгэ. Десятый это вот отпуск годовой после девяти лет обучения. После вот этого. Сначала огэ, потом эгэ. Сначала я снимала просто танцульки, там подсвечные звуки, рот открывала, веселила себя и пару видео попали в рекомендации. Думаю, опа, надо. Мне это надо. Сначала снимала для себя, а потом, когда на вот это все нашлись свои любители, думаю, ребятки, я вас поняла, буду делать больше. Я начала снимать не только для себя, а еще и для ребят, которые за мной начали следить. Посыпались комментарии, посыпались лайки, подписки, и все это, естественно, поднимало мне настроение, поднимало мне самооценку. Когда в комментариях пишут, ты клевая, у тебя классная мимика, даже когда меня сравнивали с Марьяной Рой или с Зиндайей, ну, ребят, серьезно, я? Ну ладно вам. Самооценка поднялась, уверенности стало намного больше. И когда я слышала, что в школе про меня там вообще-то кто-то шепчется, что-то смотрит мои видео, говорят, че, как, тик-ток, вот в стебном формате. Я думаю, отлично, у меня все супер, не знаю, как у тебя там, у меня все хорошо. Тик-ток помог мне преодолеть какие-то проблемы, решить их, стать уверенней. И потом жизнь моя забила ключом. У меня столько знакомств новых появилось. Ну, из-за уверенности я и поняла, как с людьми общаться, как знакомиться. Раньше я даже не могла подойти в ларек, что-то купить. Мне было страшно, там человек, с ним надо разговаривать. Что вообще сумасшедшее какое-то. А потом первое мероприятие тик-тока, и я просто ко всем. Привет! Привет! О, привет! Там как раз-таки мы с Артемом познакомились. Еще оттуда мне очень много знакомых принес. Я тогда Диму Масленникова увидела. Зачем работать на работе, которая тебе не нравится? Тратить время, вот так просиживать жизнь? Нет. Бывают моменты, когда нет денег, но я делаю все не ради денег. Я делаю все ради людей, которые рядом. И главное, это ради себя. Чтобы не потерять свою индивидуальность, не потерять вот свое внутреннее я. Я могу поехать завтра куда-нибудь в Питер погулять или в Екатеринбург. Я, я, я за что завтра лечу в Казахстан! В Казахстан! Там так красиво! Я буду там также знакомиться с новыми людьми и снимать с ними тик-токи. Если ты сам не научишься решать эту проблему, она не решится. Нужно подумать, как разумно из этого выйти. Не драки, не маты. Игнор. Потому что, игнор, кстати, это самый колкий ответ. Ну, то есть, тебя пытаются как-то задеть, а ты молчишь. Это человека будет бесить. Это будет ему не нравиться. А тебе все. А тебе все равно. И делать ничего не надо. Я не могла же с мамой поделиться всеми проблемами. Не знаю почему, но не могла я для нее открыться. И понимала, что от учителей нет никакого толка. Как я и сказала ранее, это одноразовая акция. Либо я могла хоть сделать хуже себя, то, что вот нажаловалась, стукачка, зачем это все. Я не знала, что есть службы, которые могут помочь с этой проблемой. Решать самой, это, конечно, вариант, но мне никто не мог дать совет, как справиться с этой проблемой. А сама я к этому шла очень долго. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, посмотрите в интернете, поспрашивайте, может быть, кто-то знает. номер телефона или, может, даже есть какие-то чаты, где можно попереписываться или пообщаться с людьми, которые знают, как бороться с этой проблемой, которые могут вам помочь и дать совет. Если вы также боитесь рассказывать что-то родителям, как и я, если вы также не видите смысла в учителях или во взрослых, которые есть рядом с вами, позвоните. В целом, я бы, наверное, не молчал, я бы поделился с родителями. Многие боятся почему-то говорить родителям. Я никогда не боялся. Если бы у меня что-то случилось, я бы сказал папе или маме в любом возрасте. И, типа, я в этом не видел бы ничего плохого, потому что, во-первых, они умнее, как-то более мудрее. И они бы, возможно, подсказали какой-то совет, решение, чтобы избавиться от этого и чтобы этого не было. И надеюсь, что родители... Все-таки родителям не пофиг на своих детей, они бы что-то сделали, но вот если пофиг, тут, конечно, прям очень сложно. Самое главное, не запоминайте это надолго. Вот что-то прошло, забыли. Кто-то кинул в ваш камень какой-то, в ваш огород камень, грубо говоря. Не будьте злопамятными. Так намного проще будет жить. И пытайтесь видеть в жизни только вот какие-то хорошие моменты. Ну, типа, замечать только что-то вот прям лучшее, что-то светлое такое. Потому что если... Потому что жизнь на самом деле тяжелая штука и в целом много всего плохого. И вот я... Спроси меня, что у меня было плохое, я такой, да ничего у меня не было. Хотя, ну, оно же реально было, если потом копать как-то, что-то происходило. Но я не помню, и мне от этого прям очень хорошо живется. Подросткам могу сказать, что, ребят, если, не знаю, там есть проблемы с одноклассниками, с точки зрения буллинга, там, чувствуйте, что вас обижают. Ну, мне кажется, что каждый из нас уникален и индивидуален. И неизвестно, что из вас вырастет. Потому что каждый из вас это сто процентов кто-то супергерой либо важная личность в будущем. Сто процентов. Для своих детей, для своих родителей, для общества, для страны. Не важно для кого, но вы точно уникальный человек. И не бойтесь ничего, не бойтесь ответить. Я считаю, что мое мнение, что если вас обижают, то обижайте тоже. С точки зрения того, что, типа, не закрываетесь. Старайтесь реагировать на шутки адекватно. То есть, если вас там, например, ударили, то я ничего не считаю зазорного в ответ так же поступить. Вот. И старайтесь на шутки реагировать так, что это шутка. То есть, старайтесь воспринять то, что человек не хочет вас обидеть, то, что это действительно может быть троллинг либо шутка. Поэтому старайтесь быть уверенней. Вот. И если вы чего-то боитесь делать, то лучше сделайте, чем боитесь. это правда так. Время очень короткое, время очень мало. Потом вы будете спешить вырасти. Когда вырастите, вы захотите обратно вернуться и много чего исправить. Сказать, что хочу я что-то исправить, что было со мной в детстве нет. Не хочу ничего исправлять. То есть, все, например, моя личность сформировалась так, как она должна была быть. То есть, вот эти все обиды возможные, да. То есть, если бы действительно может быть, я всегда думал там, если был бы человек, например, если был бы отец жив, если бы там мама была жива, как я себя бы вел. Я часто обращаюсь, например, надеюсь, они мной гордятся. То есть, это очень важно, это очень сложно. То есть, это очень сложно, на самом деле, я иногда там и супруге своей говорю, например, очень скучаю. То есть, например, как-то, не знаю, поговорить, услышать, типа, Леха, ты молодец, например. Иногда мне там друзья говорят, наверное, они бы тобой гордились. То есть, вот эти моменты я бы, конечно, хотел изменить. То есть, вернуть родителей или как-то с ними больше разговаривать. Потому что в детстве я этого не ценил совсем. А это на самом деле была помощь моя. То есть как-то там старался бежать на улицу, гулять, чем-то заняться, закрыться одному, не советоваться с ними. Поэтому тоже один из советов — обязательно разговаривать с своими родителями. Обязательно старайтесь рассказывать все. Потому что родители — это, наверное, самые главные друзья. Они за вас очень переживают. И это те самые люди, которые, наверное, ну, дороже, чем вы, у них нет никого. И старайтесь с ними делиться всем. Это очень важно. Я уверен, что каждый из вас это не делает. Я 100% уверен в том, что я сам был маленький ребенок. И всегда мы закрываемся и думаем, что мы умнее всех. Поэтому как-то так. Это, наверное, одни из самых важных советов, которые я хочу дать. Итак, вы только что увидели несколько историй. Многие из них были достаточно трагичны. Часть из них были со стороны тех, кто проявлял агрессию, буллинг, травил других и причинял другим какую-то боль. Часть была и даже больше. Истории тех, по отношению к кому эту агрессию, боль причиняли другие люди. И я думаю, сейчас очень важно обсудить, почему это возникает, к чему приводит, и как можно решить эту ситуацию. И я хочу отметить несколько моментов. Первое. Ну, вы слышали, что очень много из того, что происходило, это было, как сказали ребята, по приколу. Ну, вот так вот, от скуки хотелось как-то поразвлекаться, вот как-то настроение себе поднять. И поэтому делали некоторые действия, не задумываясь над тем, как же они отзовутся на других людях. И даже порой не слышишь, что остальным от этого плохо, неприятно. Я понимаю, что иногда окружающие сдерживались, те, кого как-то вот задевали, травили, как-то старались терпеть, не показывая то, что им плохо. И, может быть, это не было заметно. Но, с другой стороны, какая-то чувствительность к этому, к тому, что смотреть, а вообще над твоими шутками-то смеются. Потому что, если ты пошутил, а над шуткой не смеются, и человеку плохо, он расстраивается, то это не шутка, это издевка. Обычно, ну, часто говорят, что вот плохо то, что кто-то кого-то травит, кого-то обижает, плохо то, что вот тому, кого травят. И действительно, ну, жертвы буллинга, жертвы травли, нередко вырастая и чуть-чуть обретая силу, начинают травить, сами включаются в этот процесс травли. Ну, знаете, как вот в дедовщине в армии. Год его травят, год он травит. Ну, конечно, в школе все-таки обычно не настолько жесткие отношения. Сами по себе этот тип отношений, когда сначала тебя, или сначала вот какого-то ребенка, а потом он чувствует себя вправе. Но я ведь так страдал, вот теперь я им отомщу. Теперь я всем покажу, всем слабакам, какой я могу быть сильный. И поэтому, если человека травили, и дальше не произошло какое-то исцеление, справедливость не была восстановлена, то достаточно большой риск, что во взрослом, ну, или в каком-то более взрослом возрасте, он станет кого-то травить еще. И это, ну, тоже вроде ненормально, и вроде плохо. Очень много зависит от окружения. Вот все исследования, международные, российские, показывают, что дело не только в том, кто травит и кого травит, а в том окружении, в тех иногда молчащих, иногда смеющихся детях, взрослых, которые игнорируют, не замечают. И вроде они не включаются тоже в травлю, он же вроде каждый думает, я же никого не обижаю, я-то хороший. Это вот кто-то, вот он смеется, прикалывается, я только с ним рядом стоял, я только смеялся над его шутками, я только радовался, что урок сорван. Но между тем все исследования показывают, что именно вот от этого молчаливого большинства зависит, будет ли в школе и в классе травли или не будет. Потому что мне кажется, что победить травлю довольно просто. Если, например, один человек начинает травить другого, и к нему подойдут, к агрессору подойдут все остальные ученики, ну вот там 25 человек в классе, 23 подойдут и скажут, слушай, друг, у нас так не принято. Мы не против тебя и не против него, мы не за тебя, не за него, мы ваши одноклассники. Мы не против вас. Мы против вот таких вот хищнических, варварских отношений, когда один над другим прикалывается, смеется, насмехается, издевается. Вот это у нас в классе не принято. Не делай так больше. И все прекратится. А если все остальные один над другим издеваются, и все этому радуются, и как-то поддерживают, ну или хотя бы молчат, травля будет продолжаться. И об этом многие говорили, ребята, о которых вы сейчас слышали. И, конечно, это относится не только к одноклассникам, но и ко взрослым, потому что если родители, педагоги игнорируют, а порой даже включаются в это, ведь, ну, через травлю иногда действительно очень легко, ну, как-то управлять группой. Вот задел кого-то, вот чуть-чуть ткнул, он как-то там психанул, и уже урок сорван, и уже как-то, глядишь, как-то вот жизнь налаживается, не так скучно в школе оказывается. Вот что-то происходит, не только русская математика, а вот еще какие-то приключения сегодня. Вот такое ощущение себя вправе. Ну вот могу управлять ситуацией. Вот если так происходит, если взрослые это поддерживают, не останавливают, а иногда и порой сами это используют, ну, нередко бывает, мы сталкиваемся с тем, что где-то и в чатах, и в родительских, и в педагогических такое тоже бывает. К сожалению, к сожалению, такое возникает. Вот очень важно тоже обращение ко взрослым. Доверять ребятам, если они говорят, что человеку плохо, что ему плохо, что его обижают здесь, относиться к этому серьезно. Не как к шуточкам, что дети сами разберутся. Кто-то разберется, а кто-то не разберется. Кто-то запомнит на всю жизнь. Да, кто-то, может быть, станет сильнее, а может быть, наоборот. Его останется эта обида, несправедливость, или уж, не дай бог, там чего-нибудь деструктивное сделает с собой, с другими. И поэтому внимательнее относиться к тому, что говорят ребята, если они говорят, что их как-то обижают, травят, достают, и стараться им помочь. По поводу помощи. Что можно? Первый момент. Значит, работа с травлей начинается с признания того, что в классе есть факт травли. до тех пор, пока все это отрицают, сделать ничего нельзя. Если все говорят, а у нас все нормально, то мы так развлекаемся. И взрослые, и родители, и педагоги, и никто не слышит ребенка, который кричит об этой беде, действительно сделать что-то сложное. Первое, с чего начинается, приходит какой-нибудь уважаемый взрослый, например, классный руководитель, если он уважаемый, или завуч, директор, родитель, или там, не знаю, тренер спортивной команды, говорит, «Итак, ребята, ваш класс заболел социальной болезнью, ваш класс заболел травлей. Давайте вместе из этого выбираться». Вот то, что вы делаете, называется травля. И вот такой тип отношений называется травля. Сначала надо назвать своими словами это явление. Только после этого можно и признать, что это недопустимо. Только после этого можно начинать что-то делать. Дальше. Если действительно человек понимает, что оказывается он травил, или его травит, или в классе есть такое, что можно? Первое. Обратиться к тем людям, которым вы доверяете. Иногда это классный руководитель, иногда это кто-то из педагогов. Не обязательно это именно сотрудники школы, это может быть тренер спортивной команды, это может быть, ну, например, библиотекарь в школе, но тот, который не будет игнорировать, не будет, ну, как это, неравнодушно отнесется, а будет на вашей стороне, поможет вам, опять же, не против кого-то быть, а начать справляться с этой ситуацией. Услышит вас, ну, и как-то поддержит ваш голос, может быть, начнет там бить во все колокола, начнет что-то говорить об этом, обращать внимание педагогов, родителей, что такая ситуация возникла. Второе. Есть такое понятие, называется ассертивное или уверенное поведение. Потому что вопрос ведь непростой. Просто так сказать, не лезь, отстань. Да я уверен в том, что все пострадавшие, все жертвы травли об этом говорили. Ну, не лезь. Ну, сказал он, не лезь. Ну, сказал, отстань. Ну, сказал, отвали. Так не слышат же. Если бы услышали, так решилось бы уже быстро и легко. Или там, мне это неприятно, мне это обидно. Как сказать, что это за фразы? Есть такое направление, называется ассертивное поведение или уверенное поведение. Можно в интернете посмотреть, на разных сайтах. это умение так ответить, чтобы выстроить свои границы. Вот какие-то слова могут быть, тоже это не то, что это волшебная палочка, но, по крайней мере, вы можете посмотреть, какие есть варианты ответов, чтобы, ну, сложно было как-то в ответ на смеяться, чтобы вот эти границы своей территории, понимать их, чувствовать и уметь отстаивать и защищать, что приемлемо, что неприемлемо. И это вопрос не про ответную грубость, а вопрос про такие фразы, про такие термины, понятия, которые позволят поставить человека на место. Не унизить в ответ, а поставить на место и выстроить границу. Третье. Есть различные психологические техники, ну, типа, представить, что вокруг вас там такой шар защитной пленки или вы находитесь в какой-то там защищенном пространстве. Кто-то представляет, вот я у одного психолога прочитал, что рядом с вами стоит огромный черный симбернар. Симбернары, представляете, такая огромная собака. И вот он доброздушно так, ну, если что, может, в общем, схрумкать. И вот он стоит, вы так его поглаживаете, и вот уже самоощущение у вас о том, что вот отвечая там агрессору, вы можете отвечать уже, ну, в совершенно другой, такой более уверенной позиции. Так вот, что да, дорогой, спокойно, спокойно, да, вот, держи себя в руках там, да, зная, что вот вы чувствуете эту защиту. Кто-то умеет там океан представлять, кто-то считает до десяти, кто-то там в полу перется ногами, различные техники. И я думаю, что школьные специалисты или не школьные, психологи, или тренеры, или взрослые люди, которым вы доверяете, могут с вами поделиться этой информацией. И в интернете она тоже есть, она размещена. Не исключено, что возможный юридический путь, что просто, например, вы обращаетесь к родителям, которые пишут заявления и обращения, и дальше уже это в правовом поле, юридическом, правозащитном решается, когда вы стараетесь защитить, сорвая права. Я бы, конечно, с этого бы не начинал, но я не исключаю, что и даже, в общем, если другие способы не помогают, важно знать, что такой путь есть, и вы имеете право на безопасное, уважительное к себе отношение в рамках школы и со стороны одноклассников, и со стороны педагогов, со стороны взрослых, которые присутствуют. Ну и также упомяну о том, что есть сейчас во многих регионах, во многих городах есть такой проект «Школьные службы примирения». Я вот один из авторов этого проекта, поэтому в школах создаются где-то более успешно, где-то менее, но мы стараемся поддерживать «Школьные службы примирения», и среди, там есть, в арсенале этих служб есть технология, называется «Круги сообщества», которая позволяет в том числе работать с ситуациями вот травли, буллинга над решением этих проблем. Тоже это где-то удается, где-то нет, но в том числе вы можете обратиться в «Школьную службу примирения», и специалисты могут помочь вам там справиться с этой ситуацией, по крайней мере, они точно вас услышат, отнесутся к этому серьезно, а если нет, свяжутся с нами, и мы тогда поможем уже вместе, будем мощно или дистантно, будем эту ситуацию помогать решить. Ну и вы можете обратиться на телефон доверия, вы можете их увидеть на экране, и там тоже могут с вас проконсультировать, помочь, сказать, куда обращаться конкретно в вашем городе, вашем регионе, вашей школе.